Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть в shadow fight 3 забрать награду так я так понимаю ключи 25 штук новый сезон так спасибо что обновили игру приятные мелочи в подарок забираем смотрим так теневая энергия воу значит я смогу сундуки пооткрывать так не упустите свой шанс получить бесплатные рубины позже ледяной бриз возвращается окей все больше никаких нет конечно же будут болтовня и всякое тому подобное да твою налево да понятно что все можно успокоиться пока спасибо так награда дуэлей ой подожди какая-то начать дуэль как нам эти-то открывать сундуки ключи у нас есть а сундуки я все позабыл ребята абсолютно все глава 7 часть 2 легко а так у меня нету сундуков получается ну так что у нас здесь а вот и вот они сундуки ну ребят простительно мне простительно потому что я очень давно не играл можете посмотреть там когда последний раз у нас была серия я боюсь там года на 2 назад полтора полтора так точно так давай открывать этот сундук эпический и что же у нас тут ох ты эпический шлем отвага блин танцующие сабли так дальше что у нас там выходит ты посмотри как память империи но это я так понимаю это обычно дошли так принц пустошей нормально она этот не хватает на ах была не была легендарный сундук мне нужно ребята посмотреть что из него нам выпадет но это звездочки это эпические шипы даже уровень не поднял а легендарный ох ты это что такое когти виверный легендарный бумеранг такого у меня не было так-то по-моему отвага только что был такой шлем но он получает у нас level up имперский жемчуг это у нас основная глефа и 13000 монет в экипировку так соколиный марафон получена награда ледяной блиц получена награда то есть в любом случае этот шлем все равно у меня пока идет в топчики да получается по броне по броне получается ого латы морпеха а вот это что такое а все я понял так увеличение урона на 20 процентов за каждый удар после комбо в 5 ударов ну применим о чем мне мне больше поставить здесь нечего так легендарный перк 15 здоровье установлен при входе в теневую форму способность работает только один раз за раунд вот оно что первичная защита применить и тут сумрачный барьер увеличить защита от ближних физический атак на 15 процентов в течение 4 секунд после выхода из теневухи все на теневуха ребята рассчитано ярости игра 4 процента шанс шокировать противник атакой без оружия да ладно без оружия крутящий момент пущенное ядро я не помню ребят крутящий момент пущенное ядро карусель ну пускай будет так а здесь динамо применить допустим пока так оставим дальше что у нас светлячки росомаха 20 процентов шанс получить 30 процентов урона на одну секунду после успешной атаки отравление но естественно ребят и щипок 5 процентов шанс выбить оружие у врага ну допустим а по основному а по основному нету мне ничего к сожалению нету доступных способностей так и топорики эпический бластер но наденем наверное эпический бластер посмотрел на ствол ништяк все так забрать награду забираем ключи так нанести урон пока все понятно так здесь у нас что подписаться и забрать оу оу забираемся бы так когти виверны но это нормально тут что у нас забрать деньги до 37000 или что там открыть бустер паки конечно же открываем на 59 частей пробил так полевая буря муравьи морского морского дьявола и гуань дау крестьянский опять же здесь все да за сезон что у нас там нету ни шиша да не надо мне ничего от этого так смотрим что тут бустер пак ну здесь ничего не надо мне а вот тут что ну он все таки хочет чтобы я эту броню надел да как то туда ни сюда он в этой броне смотрится ну вообще я тебе говорю как то вообще не некрасиво так история персонажей добро пожаловать в синхронизатор здесь содержит информация о твоих прошлых приключениях и персонажах с которыми ты уже успел завести знакомство персонажи персонажи уровень связи 38 процентов 29 процентов 36 30 46 32 этот раздел хранит твои воспоминания о других людях чем больше воспоминаний тем сильнее ваша связь уровень связи необходим для доступа к приключениям связанных с персонажами заметка 1 какая страшная девушка а какая бесстрашная девушка она не побоялась прийти в наш лагерь одна несмотря на то что она из династии забрать награду даже так заметка 2 джун многое знает о сфере во всяком случае она знает что-то чего не знаем мы легионеры как она связана с этим таинственным артефактом слушай рубины получаем то есть это вот у нас только а и еще сколько не открыто enlightened единственная дочь императора отказалась от жизни в роскоши ради путешествий налегке она предпочитает улаживать жизнь своего народа собственными руками да это принцесса джун джун куча знакомых в столице династии неудивительная ведь она такая открытая и общительная думаю мне повезло что мы подружились Это повествование от лица тени, да, идет? Слушай, ну вот это прикольно, что истории какие-то идут Раньше такого не было Несмотря на обвинения Иту, Джун доверяет мне Мои сослуживцы в лагере часто говорили, что династы не знают, что такое преданность Выходит, они ни черта не знают о династии А что будет, когда мы 500 накопим? А, уровень, наверное, повысится, да? Наверное Так, заметка номер 5 Оказывается, Джун принцесса династии Я бы, конечно, предпочел узнать об этом раньше Все-таки у династов всегда припрятан какой-нибудь туз в рукаве Уровень связи повышен Связь усилена Ну, продолжить Джун сказала, что генерал Маркус красавчик Обо мне она такого не говорила Обиделся, да? Джун агент трех стрел Тех самых, кто охраняет сферу Теперь понятно, почему она столько знает о ней Похоже, Джун очень любит своего отца Интересно, кто мой отец? Мечтой Джун всегда было мирное процветание ее народа Но способна ли она на жертвы, которые могут потребоваться ради выполнения этой мечты? Джун отчаянно ненавидит, когда ее опекают Это вводит ее в настоящий гнев Возможно, поэтому она и не любит дворцовую жизнь Так, подожди, мне тут можно забрать вот это вот? По крайней мере, то, что я прочитал Так, заметка номер восемь Давай-давай-давай, забираем Так, это я тоже уже прочитал Процветание народа Заметка номер десять Вот, что она не любит дворцовую жизнь А дальше мы не читали Джун только кажется простой ей свойской Никогда не забуду, как она раздавала приказы на острове В этот момент хорошо чувствовалось, что она наследница престола династии Так, у нас сейчас еще уровень связи увеличится Так, заметка номер двенадцать Джун по-настоящему привязалась к малышке Мойри Может, ей всегда не хватало младшей сестренки Возможно Никто даже, наверное, отрицать не будет Да, она люто за нее тогда стояла, боролась Джун жива, она изменилась Она как... Она так печальна из-за смерти императора Я знаю, как сильно она любила его И не могу найти слов, чтобы ее приободрить Так, у нас еще уровень связи погустился И последняя заметка, которая мне доступна Джун десять лет жила во временной петле Мойры И даже не знала, что ее страна погибла Поняв, что произошло, она отреклась от престола Она винит себя А вот дальше у нас не было, ребят Какие-то, видимо, истории должны продолжаться Потому что заметка пятнадцать Тут заметок этих... Да... Чертовой тучи Теперь тебе доступно приключение Джун Зная своего врага Ты можешь запустить его в разделе приключения Все, я понял Так, а это у нас Иту, насколько я помню Да, благодаря своей сдержанности и эффективности Иту рано занял высокий пост в куполе Он предан идеалам вестников до последней капли крови Но у него как-то мало заметок Что Иту делал поздно ночью во дворце? Похоже, ему доверяет не только Джун, но и сам император династии Интересно, почему? Действительно, интересно, почему? Ну, Итан, по-моему, был телохранителем, насколько я помню Иту и Джун говорили что-то о неких стрелах сферы И о их агентах Иту и Джун как раз такие агенты Все больше загадок Но он, по-моему, телохранитель Я, конечно, могу запамятовать что-то Оказывается, все вестники обладают сверхспособностями Из-за того, что их с детства подвергает воздействие теневой энергии Иту, например, может становиться невидимым Наверняка он может что-нибудь еще Разве Иту мог становиться невидимым? Вот этого я не помню Так, заметка номер 4 Кажется, в куполе назревает переворот Многие вестники, недовольные администрацией купола Обратили свой взор к Иту и готовы сделать его канцлером Что ж, он этого вполне заслуживает Так Ну тут у Иту, конечно, знамений так много Ладно, мы потом посмотрим их Попозже Приключения Знай своего врага Как работает режим приключений? Добро пожаловать в режим приключений В нем вас ждет история, связанная с определенным персонажем Для получения доступа к следующему сюжету Сюжетному бою вам необходимо набрать указанное количество очков с синхронизацией Очки с синхронизацией можно получить, сражаясь в боях с синхронизацией Или приобрести, нажав на соответствующую кнопку Так, награда за приключения Режим приключений это не только интересная история В конце каждого приключения вас ждет уникальная награда Которая будет напоминать вам о пережитых событиях Стандартная награда доступна сразу после завершения приключения А премиальную можно приобрести за особую валюту Мнемониум Мнемониум можно получить, играя в другие режимы Или приобрести, воспользовавшись специальным предложением Так, друзья Но прежде чем вступать в бой, мне можно Пойти хотя бы куда-то потренироваться Мне надо кнопки поднастроить У меня ничего не настроено Где у нас тут тренировка? Блин, в дуэль что ли идти? Ну давай в дуэль, ребята, я посмотрю Мне надо расставить кнопки Юрец Потому что кнопки у меня Блин, я уже забыл Друзья, у меня вылетает во время Почему-то Ладно, сейчас посмотрим Если опять вылетит, я не знаю, что делать надо будет тогда С юрцом я не успел А, смотри-ка, тут нормально В бой Да Так, ребят, пауза С юрцом я не могу Редактор субтитров К balloons И отсоединяю Руцом яблоки Улибаете По словам А, смотри Блин, тебя Улибали Яйечка Улибаете Его Его И И Улибаешь И Улибает Улибав 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 바 Улибав Так, ну что, первый у нас был разминочный Второй поединок, ребят Попробуем накумарить Ого, накумарил Теневуха готова Ушатал я его Ну что, победа Вроде, ребята, с клопками разобрался Можно, в принципе, попытать счастье на приключениях Две тысячи монет Так, глава Тень, ты все-таки привел его сюда Блин, это я помню Блин, я не хотел драться с этим Можно мне избежать этой участи, ребят? Я не хочу сейчас с ним пока драться Я хочу попробовать историю Так Где этот режим приключений? Вот он, да? Знай своего врага Ну что, дворцовая дуэль Набеги на приграничные деревни продолжаются Джун начинает терять терпение Поехали в бой Проклятые легионеры Что им сделали эти несчастные крестьяне? Это уже третья атака за месяц А посол так и Продолжает кормить моего отца отговорками Легионеры Животные Они умеют только ненавидеть и убивать Они понимают только язык силы А император с ними нянчится Да, ты права Я больше не могу оставаться в стороне Нужно поговорить с Ден Рао Он уважает меня Не то, что остальные дворцовые Лизоблюды Ден Рао уже как-то Предлагал мне поучаствовать в рейде И я уверена Что он нам поможет Погнали Ох, блин, ребята Это уже интересно Тут новые истории Последняя история, которую я до сих пор не прошел Это за тень Я не убил этого Бола Так, принцесса династии Мой господин, докладываю Деревня спасена Но бандиты снова ушли на территорию легиона Как вы и приказали Мы не стали их преследовать Отец, это переходит всякие границы Мы должны защитить наших подданных Остановите этих негодяев Джун, я понимаю твое негодование Но один неосторожный шаг И прольются реки крови Перемирие с легионом И так обошлось нам очень дорого Господин, позвольте мне взять небольшой отряд И провести разведку Так мы сможем хотя бы понять, с чем имеем дело Хорошо Маленький разведывательный отряд Думаю, вреда не нанесет Джун Что ты на меня так смотришь? Даже и не думай Твое место во дворце Господин, принцесса постоит за себя Не хуже дракона гвардии И я это докажу Давайте устроим спарринг Угу С ним А что это за оружие такое, блин? Джун, ну Серьезно Хотя Хотя он оказывается не особо-то и мощным Опа, как сейчас было Видел? Просто великолепно Он кинул свой кортик или что-то там типа того А мы, опа, уклонились И еще при этом ему звезделей надавали Да, Джун, ты красотка Спору нет Поэтому погнали Ать! Ну щеглазады, а Так, не надо теневухи Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Хорош Ай! Да что ж ты делаешь-то? Прыщ! Ну ты заколебал Да почему у меня теневая-то не работает? Слушай, а сейчас было хорошо Отличный прием, ваше высочество Да, я не спорю Выбили у него Эту Как она называется-то? Гарда Хочется назвать ее гарда Но это Алибарда Ну что он сейчас будет? Так, друзья У меня вылетела игра Во время Блин После того, как я прошел событие Даже не знаю, о чем они там говорили Короче Вэй вернулся с рапортом Вскоре должен был подойти И до НРАО И рассказать свой план Повышение синхронизации Купить Подожди ты Текущая синхронизация 0 В бой Сейчас посмотрим Что здесь за Ахламонище На меня Извини меня Батон решил покрошить Гален Старый друг Гален Я помню тебя Ать Опа, красава Вкуси Ах ты жук Ты смотри Старый Гален Разбужил Оу Ну ты жук, а Прошивый На Ау Перебил Все, пора с ним Да что ты будешь делать-то Старый Нормально Правильно Не давать ему Ни одного шанса На Леди ты в пень Опа Ах ты Смотри Смотри Как он мне сейчас По щеке-то Своей вонючей Грязной пяткой Дал А смотри Как Гален Ты еще Живчик Хм Не ожидал От старого хмыря Такой Прыти Ну засранец Поехали Да ну Старый Как тебе такой, а? Лови Не думал, да? Лови еще Мне не жалко Дедуль, хорош Ха-ха-ха-ха Еще Удумал-то Старичок Боровичок Победил Надеюсь Влетать не будет Сейчас Смотри Здесь синхронизацию Засчитали А там Нифига, ребята А там Нифига А как Интересно Получить 2000 Тут синхронизация Интересно Не знать Награда 20 ключей Вэй вернулся С рапортом Да? Вскоре Должен был Подойти Эден Рэв И рассказать Свой план Ну что В бой Принцесса Династии Затмение Разведчик Мой Докладываю Легион Собрал Новый Теневой Отряд Его Солдаты Учатся Применять Теневые Способности Их Стоянка Совсем Рядом С Границей Они Как-то Связаны С Нашими Бандитами Пока что Доказательств Подобной Связи Мне Найти Не удалось Зато Я Выследил Лазутчика Который Собирал Информацию О Приграничных Патрулях Династии Это Наверняка Разведчики Бандитов Узнаем Когда Поймаем Его За Дело Принцесса Я Справлюсь С Этим Сам Ваш Отец Он Во Дворце А Я Здесь Вэй Мы Отправляемся Сейчас Это Приказ Правильно Поехали Кто же У нас Тут Будет На Затмении Ох ты Лазутчик С Двумя Сайми Сейчас Было Хорошо Ты Видел Как Я Отбил Воу Я Теперь Понял Я Теперь Понял Что Такое Затмение Неплохо Осторожнее Ваше Височество Да я Уже Понял Блин Получил Да Особо Тут Не Повыпендриваешься Если Честно Я Помню Помню Сейчас Не Вижу Нифига Неужели На Как Сейчас Было Прямо Вдоль Грудины Прошел Ты видел Мой нож На цепи Мне понравилось Белиссимо Одним словом Так Ну что Хлыщ Погнали Дальше Нижний Нижний Ой Ой Как Он Так Давай Еще раз Нижний Блин Как ты Меня Уронил По моему Ребята Я У него Выбил Оружие Да Я Я Тоже Так Умею Говнюк Ты Мелкий По моему Тебе Хана Парень Его Надушка Не Дотянулась До моего Живота Так Что Отличная Работа Ваше Высочество Мои Люди Быстро Разговарят О Предателя О Да Разговорите Его Пожалуйста А то Он тут Руки Свои Распустить Решил Так Редкие Ключи 20 Штук Этот Пес Выдал Мессонахождение Лагеря Но Нужно Действовать Быстро Иначе Упустим Прекрасно А я уже боялась Что снова Придется ждать Пока Принцесса Уломает Своего Папеньку Сделать Хоть Что-то Ваше Высочество Моим Людям Будет Сложно Подобраться К лагерю Не Спугнув Всех Бандитов Могу Я Рассчитывать На Вашу Помощь Сложно Легионеры Если Выпьют Не Слышат Ничего Кроме Собственного Ора А вы Двигаетесь Почти Бесшумно Киба Давай не будем Спорить С опытным Офицером Дэн Рао Если Что Забудьте Эти папины Глупости Про Голову Я не Неженка А Акиба И подавно Мы справимся Джун Ты единственная Во всей династии Способна Считать Угрозу Императора Глупостью Но Не беспокойтесь За свою голову Офицер Со мной Нашей Принцессой Ничего Не угрожает Тогда Вот наш план Мы Вы проникнете В лагерь И устроите Переполох А я И мой отряд Ударим Им в тыл И быстро Расправимся Со всеми Негодяями Звучит Как план Слушай Смотри Если мы Закончим На следе Династии Мы получим С тобой Вот это Вот Еще Примем Пак Значит Так Требуется 200 Получить Купить Ааа Ааа А где Мне взять Например Еще Соточку М? Непонятно Синхронизации Не будет Будем Ребята Своими силами Бомбить Опять Галин? Ох ты Вот это Ты сруль Соломонович Даешь Тебе Видимо Ничего Не учит Да Жизнь Парень Иди отсюда Шелудивый Пес Ох Вот это Ты сейчас Хорошо Да Да что Ты будешь Делать Старый Жук Ну все Да Посмотри Контрит Просто Все Что Нельзя Да ладно Попался Что Ли Ну почти Да Ребят Попался Блин А что я с этим Рожьем Неужели Мне другого Не положено Так и буду Бегать С этой Штуковиной Ну давай Галин Галета Так бы я тебя Назвал Парень Ходячая Галета У меня Длиннее Паренек Ой-ой-ой-ой Тут ты конечно Схитрил Молодец Старый Пес На Что Иди гуляй Вася На тебе Вдовесочек Получи Прям В лоб Ха-ха-ха Ах Шелудивый Я Прям В лобешник Отлично Ребята Синхронизация Увеличена До Двухсот Лучшая Ученица Выживания Джун И Киба Проникли На территорию Лагеря Бандитов Готовы Исполнить Указание Дан Рео Поехали Мы на месте Не потерялась Принцесса? Нет Если я вдруг Решу Внезапно Исчезнуть То обязательно Сначала Предупрежу Свою лучшую Подругу И ты Пожалуйста В следующий раз Поступай Так же Может потом Выясним отношения Здесь повсюду Бандиты Надеюсь Дэн Рео Знает Что делает Кучка Легионеров Оборванцев Не угроза Элитному Отряду Династии Вот Та троица Та троица Явно Руководит Остальными Я с ними Разберусь Вообще То хотел Разобраться Я с ними А ты уж Киба Как-нибудь Постой В сторонке Значит Троица Говорит Выживание Я кажется Понял Тут будет Три Врага Подряд А Я играю За Киба Даже О Ну за нее Надо еще Твой критический Удар Заряжается Ядрен Матрю Нифига Ты Киба Вот это Киба Ребят Она без шансов Просто Наказывает Бригадир Этого Что-то Глаз теневой Да Тихо Так Второй враг Лучшая ученица Еще Бригадир А С двумя мечами Гуляй Петя Как же она хороша Ах Ответочку дал Ответочку дал На Щенок Да она Юркая Как я не знаю кто Ух Прям подловил Прыща Заморский Да что Такое Я не понял Хе-хе-хе-хе-хей Кури Бамбук Трусель Вонючий Так А у меня Третий Из бригадиров С одним Мячом Шел бы ты Парень Куда Ой Помню Помню Этот удар Очень Великолепен Этот удар А вот Сейчас не сработал К сожалению Ать Топориком Прям Ты посмотри Просто чувак В блоке Простоял Да Жук На счет Тот Оказывается Прям у стеночки А Жалко Отреби Точно Говоришь Киба Жалко Отреби Но чуть было Мы не профукали Хух Еще 23 редких ключей Ну редкие ключи Это обычные По-моему Насколько я помню Ну что Блюдки С крестьянами Наверное Было попроще Где же Дэн Рао Его отряд Стоп Кажется я слышу Звуки битвы С другой стороны Лагеря Отлично Время покончить С этой нечистью Девушки Вскоре заметили Лидера бандитов Несмотря на уговор С Дэн Рао Они решили Справиться с ним Самостоятельно Награды Никакой Ну что В бой Пошел я в бой Наказывать Еще раз наказывать Что за звук Такой сейчас был Так Бандит Главный Да Хорош Ах ты А нечего лезти Опа Хотел Схитрить Схитрить Блин Схитрил Сейчас по моему Додурачусь Такой Пяточки Еще Главное Оу 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 Вот это Вот это Вот плохо Да ты Давай 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 Есть Прям Под Пузо ему Да почему Под пузо В пузо Я ему и вонзил Фух Шикардосик Так Давай дальше Ребят Потихоньку Начинаем вспоминать Вроде бы Все Ну за киба Я не играл Киба мне чем-то Напоминает Иту Отдаленная Даже школа Та же самая По моему Как-то рукояточки Тебе понравилось Парень Подловил Не спорю На Да что ж ты будешь делать Ты Так Давай ему этот На Ах ты Вот это Неузвимость Это конечно Ребят Когда в неузвимке Ты ничего не делаешь На Так еще В замедленной Съемке Получил Чепушило По первое число Что Третий раунд что ли Серьезно А Так это Так подождай Еще будет Главарь что ли Бандитов После них Оооо Помню Помню Поехали Ты сейчас Издеваешься Да Да ты Заколебала Своим копьем Стерва Блин Думает Все Можно На Голова С плеч Как говорится Как я обожаю Как она Вонзает Свой меч В ножны Да что Еще что ли Будет Еще Бандит С двумя Булавушками Блин И как же Я ненавижу Когда они Вот эту Вот Свою Неузимость Врубают Хорошо Крит В голову Ты жук А Поехали Ну тут Ты паря Не успел Лучше Извиняй Замахнулся Он Фух Все Мы с ними Разделались Синхронизация 300 Так Смотри Нам нужно Больше чем они 350 350 Так Подожди Я не могу Понять Пропустить Получить Ну Получи Подожди Я здесь Ничего Не могу Не пропустить Ничего Так Заметка 32 Забрать Награду Теницит А что Такой Теницит Интересно Какой-то Теницит Получил Сундук Можно мне Открыть Или что Тут У нас Тут Ничего Подожди 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 Секундочку Давай-ка Откроем Редкий Архивный Сундук Пепельный Костюм Так Трехлистник Бумеранги И монеты То есть А она Она и уши Развесила Прошу Сопроводите Мою маленькую Перепелочку В поездке И Разрубите Этого щегля Пополам Если он Ее обидит С уважением Бабушка Сонг Ты ведь Поедешь Со мной Бабушка Не отпускает Меня одну А в столице Сейчас так Жарко Нам надо Всем освежиться Отправиться На морскую Прогулку С фангом И фанаткой Ну давай Посмотрим Давай посмотрим Обещать Ничего не буду Тающая Броня Капитан Фанг С ума сойти Вы знакомы Фанг Почему ты мне Не рассказывал Эээ Вон тот парень Тоже поедет С нами Замерзающий Лотос Ооо С этой штукой Надо еще Научиться Вспо Оух А че это Со мной Случилось А что Подожди Че Че Что произошло Во первых Он меня по ходу дела Заморозил Я ничего не смог сделать Прикинь Просто ничего не смог сделать Это же был Полуночный лотос Сам полуночный лотос Вы узнали его Нет Я его не узнал Я в порядке Если что Не волнуйся Лотос заморозил фанга Это что-то Несусветное Он же праздничный дух огня Наверное с ним что-то Произошло Мы должны отправиться На его родину Но Ни слова больше Лучше покажите мне Как рулить Мы отправляемся На запретный остров Йо-хо-хоу Я тебе сейчас дам Йо-хо-хоу Это что за Приколы-то такие были Покиньте остров Немедля пришельцы Горе нам горе Кара ледяного сокола Настигла остров Наши посевы умрут Из-за лотоса? А что он сделал? Украл снег Со священной горы Сокол в отместку Отобрал его Огненную душу А теперь и сам Держит в страхе Мой народ Вместе со своими Прислужниками Спокойно Вождь Я капитан морской охраны И я защищу вас Фанк У тебя еще и головая Не разморозилась Ты плохо соображаешь Ледяной сокол Дух горных вершин Это старший брат Полуночного лотоса И если кто с ним И справится То только наш друг Я помогу вам Мои талисманы Принесут вам удачу в бою Правила игры в снежки Подбирайте снежки В специальных зонах И используйте кнопки бросков Ага Не забывайте Уворачиваться От бросков Короче Я попробую А что я за это Еще платить должен Короче Подбираем снежки И бросаем Крученый Нормально Это что такое Сейчас было Так а Да что ты делаешь Прям в лоб Правильно Отлично Добьем Есть Фух Замереждающий лотос Пока Проигрывает Пока Ребят Ох ты жук Да блин Ну почему не получилось Пригнуться По моему Сейчас хана Мне ребят Будет Ну где снежки Зашибись По ногам Да Тут как то вообще Короче я проиграл ему два раза Билеты Дайте Я с ним разберусь Бедный лотос Хотя бы Дайте ему отдохнуть У нас есть Более срочные дела Надо прогнать Ледяного сокола С острова Блин да Снежки Что то как то Не по мне Я не могу понять Почему Почему у меня Так история Почему у меня в приключениях Дальше не пускают Не ну 350 нужно Ну хорошо 350 Почему я не могу Нигде заработать Как бы так не честно Единственное что Так персонажи А если мы например Почитаем историю За Так вот тут у нас Да еще Заметки И я заметил что Иту питает Теплые чувства К джет Она напоминает ему О потерянной династии Которую разрушил тень Так уровень связи Повышен Заметка номер 7 Иту отдал тени Прототип ядра ускорителя Надеясь спасти Жизни Жителей купола Чувство вины Гложет его до сих пор Я не знаю Как ему помочь И последняя заметка Иту учился в академии Которую обосновал Бола Девизом академии Была фраза Забудь о прошлом И узришь будущее Иту мрачнее Иту мрачнее Когда слышит эти слова А вот остальные заметки Нам недоступны пока Так Оу Киба Это амбициозная девушка Игнорирует авторитеты Держится особняком И во всем полагается Лишь на себя И свою катану Они с Джон Подруги детства И вместе обучались В Додзе Мастера Галина А, так Галина Это мастер наш Увлеченная идеалами Вестников Киба сбежала Из Додзе А через год вернулась И похоже Открыла свою собственную школу Интересно, кто обучил Желать мне удачу Желать мне удачи Это знак уважения Или завуалированная угроза Ее истинные чувства Сложно разгадать Я не знаю Я не знаю истинных намерений Киба Но приятели у нее Противные Один Дэн Рау Чего стоит Сложно представить Что они с Джун Когда-то были Лучшими подругами Заметка номер 5 Киба сказала Что я достойный Противник для Сян Цзы Джун думает Что это была Издевка надо мной Но я считаю Что это комплимент Сян Цзы Так Связь усиливается Я не знаю Нужно ли вам это читать Но если не нужно Ребята промотайте Мне кажется Что Киба Искренне предана Династии Хотя Джун В этом сомневается Не просто так Она Сошлась С националистом Дэн Рау Ну с Дэн Рау Мы тоже в свое время Дрались Заметка номер 7 Киба сильно Пострадала При взрыве вышки Но сражалась Превосходно Неужели Вестники Не приняли ее Вестникам надо родиться Кажется так Сказал Линк Линк Вестников С рождения Подвергает воздействию Теневой энергии Вот что значит Родиться Вестником Высокомерные уроды Они Недостойны Киба А мы еще Получаем Теневую энергию Да Помимо Рубинов Киба Агент Трехстрел Как Джун И Иту И об этом Не знал никто Кроме Галена А мы считали Его врагом Она спасла Императора А Джун Рада Этому И страшно Уязвлена Почему она страшно Уязвлена Непонятно Линк Вытворяет Невероятные вещи Со своей катаной Не он ли научил Киба Сражаться Подобновестникам Так по моему Он и был Так и последняя Заметка Одиннадцатая Киба Определенно Не иронизировала Когда сказала Что я единственный Достойный Противник Сианзы И ее упорство Вызывает во мне Уважение И сожаление Что мы не стали Друзьями Вот так вот Так у нас тут Еще что-то Открылось Новая заметка Нет А ну да Джун всегда Стремилась Поучаствовать Во внутренней Политике Страны Несмотря на то Что император Возражал Против этого Угу Такс Сержант Его зовут Оттахайм Ну почти все Называют его Просто сержант Мой наставник В теневом отряде Мое первое Воспоминание Почему сержант Это сделал Он хотел Унизить Ден Рео Или дать мне Шанс Проявить себя Я никогда Не решусь Спросить его Он сказал Что Джун Казнят Позже Что это значит Что он был В хорошем Строении Не хотел Обсуждать Судьбу Пленницы При других Солдатах Я не знаю Кажется Я не могу Рисковать Я сделал Свой выбор Сержант Тоже Кажется Его не волнует Ничто Кроме Сферы Если бы Мы могли Просто Поговорить Говорят Сержант Раньше Был Полковником Ты права Джун Сфера Для него Не просто Трофей Это его Путь Назад К славе И уважению Возможно Я ошибался Возможно Сержанту Нужно Было Не признание А невероятная Сила Которую Может Дать Сферы Интересно Отдал бы Он Сферу Старейшинам Да Нифига Бо Он Не Отдал Заметка Шестая У меня Отлегло От сердца Когда Сражаться Против Меня Вышел Сиан Зы Мне На мгновение Показалось Что Моим Следующим Противником В турнире Будет Сержант Какой Бред Сержант На турнире В династии Сержант Разжайлоули И теперь Он простой Тюремщик В легионе Он Сам На это Напросился Я тут Ни при чем Сержант Не только Выпустил Нас Из тюрьмы Но и Помог Нам Добраться До королевы И даже Защищал Нас Перед Ней Видимо В тюрьме У него Было Время Хорошенько Поразмыслить Так Вот История Да Меняется Из врага В друзей И там Подобные Так Что У нас Тут Еще Есть Генерал Маркус Генерал Алого Войска Пурпуристов Потерявшихся Во времени Во времени На походах К куполу Этот Легендарный Полководец Служит Легиону И его Идеалам Борьба С теневой Энергией Смысл Его жизни Ох Нифига Тут заметок А почему Седьмой Заметки Нету Непонятно Так как же Мне завершить То все таки А Пропустить Или через 2 часа 43 минуты Я только смогу Пройти Наверное Так Скорее всего Друзья Так Откроем Сундук Редкий Ну это Самые Обычные Доспехи Ребят Поэтому У них Тут Ничего Такого Хорошего Не будет Так Носить Критические Удары В событиях Выиграйте Раунд С нижним Броском Снежка А У меня Еще Еще Подожди У меня Еще Там Есть Возможность Открыть Шелковая Феска Доспех Да Ну что Дорогие Друзья Давайте На сегодня Мы Пожалуй Закончим Обязательно Увидимся Уже В следующей Серии И продолжим Играть Так что Удачи И до новых Скорых Видосиков Дорогие